Продолжение следует... Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны езд на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Среди транспортных средств отмечены не только легковые автомобили, но и прицепы для перевозки грузов и яхты. То есть, получается, если вдруг, да, я захочу там, ну мало ли, в ту же Финляндию, сейчас не говорится вопрос, зачем, я этот вопрос тоже всем всегда задаю. Вот, к примеру, да, то есть у меня отберут мою косметичку, у меня отберут мой чемодан, у меня заберут мой планшет, мой телефон, с меня снимут кожаную куртку, да, или там куртку с элементами пушных зверьков, отнимут фотоаппарат и рулон туалетной бумаги, который лежит в бардачке для того, чтобы на всякий случай вытирать детям сопли. Это прекрасно, я считаю. Вот я, вот, знаете, и потом ты такая, да, голая, босая, солнцем полимая, идешь в Европу. Вопрос другой, зачем туда ехать? Нет, я понимаю, что, конечно, бывают случаи крайней необходимости. Вот, вот, да, реально, вот бывают такие ситуации, но их не так много. Вот смысл сейчас переться в Финляндию в ту же, объясните мне, пожалуйста, чего здесь у нас в России нет, что есть там, вот зачем вам туда ехать, чтобы вас в очередной раз унизили, отобрали у вас уж и нажито непосильно, реально трудом, и с позором выперли оттуда, да потом еще и во всех новостях показали, в первую очередь в украинских. Ну вот зачем нам сейчас туда ехать? Опять-таки повторюсь, когда нет крайней необходимости. Ну что мы там забыли? Ну чего мы там не видели? Ну давайте подождем, они через 9 месяцев максимум будут сами проситься, чтобы мы к ним приехали и потратили у них там немножечко денег. А как отдыхают русские, в этом уже легенды ходят, мы уже об этом с вами говорили. Ну очень хочется в отпуск, ну, во-первых, широкая страна моя, родная. У нас есть много чего интересного. Есть где побывать, есть что посмотреть. Причем для любителей любого вида отдыха, и пассивного, и активного, и экстремального. Хочется чего-то нового, вот, пожалуйста, поворачиваем голову на восток. Хочется вспомнить про трансатлантические перелеты, пожалуйста, Куба. Которая за последнее время очень, очень, там и так было хорошо, но вот в плане отдыха и туризма стала еще лучше. Я повторюсь, что глобус, он большой, да, и помимо вот этого вот Евросоюза там есть еще масса интересных мест. Не надо, знаете, вот это не уважать себя, ехать туда, где тебя не хотят. И потом боятся сказать что-то по-русски, чтобы тебя там, с одной стороны, там, да, как говорится, не запинали ногами стаей, сворой. Чтобы тебе не подкинули ничего, не подставили под провокацию. Чтобы не плюнули в тебя, да, еще потом не поставили в такое положение, потому что потом, не дай бог, еще нашему МИДу придется разбираться с вашим возвращением, вызволением, безопасностью и всем остальным. Поэтому, ну давайте поехать туда, потратить там немножечко кровно заработанных денег, вложиться вот в этих вот вражин, которые на эти деньги потом будут закупать беспилотники для Украины, те самые беспилотники, которые будут прилетать потом на наше голово. Ну давайте уже уходить, вот это вот, американские джинсы, финский сервелат, что там еще было, пределом мечтаний, 80-е, 90-е. Ну у нас, ребят, ну правда. Ну вот зачем? Сберут последнее. Зачем? Тем более, что, я же говорю, очень скоро эти же самые люди, которые сейчас презрительно на нас пытаются смотреть сверху вниз, и которые считают, что вот такие вот условия для посещения их страны, это правильно, и мы этого заслуживаем, ну хорошо, пусть посидят полгода, 9 месяцев без гостей из России, потом посчитают, прослезятся, ну и дальше уже будут думать, как исправлять текущую ситуацию. Вот так, на меня тут уже кто-то ругается в боте, предлагает мне фильтровать прямую речь. Фу, как, как и некрасиво, жаргон нехороший. О, я...